Всем привет! Сегодня у нас будет очередной эксперимент с акримовой заливкой. Во-первых, потому что мне хочется заняться творчеством, а во-вторых, потому что я нашла в магазинах вот такие вот краски, которые со всякими разными интересными эффектами. Вот эта вот краска, она светится в ультрафиолетовом свете. Сначала я думала, что она светится в темноте просто. Поэтому я ее купила, подумав, как будет круто, если у меня будет что-то висеть на стене, чтобы в темноте светиться частично. Но оказалось, что она светится только в ультрафиолете, так что придется, видимо, подарить какому-нибудь клубу творчество. Но, в общем, да, мысль творческая пошла, и меня уже было не остановить, как обычно. Вот так вот. Ну и плюс, как вы можете видеть, это немножко другой пузырек, не те краски, которые я вам обычно показывала, потому что это не художественная краска. В Америке очень популярны всякие поделки, самоделки, они безумно это все любят, этим активно занимаются. Какие-то, знаете, там вот всякие шкатулочки, штучки-дрючки, статуэтки мастерить. И для этого не используются художественные краски, в нашем случае акриловые, для этого используют попроще краски. Вот так вот. Но в художественных красках у нас, соответственно, да, там хорошая устойчивость к сви, а то этих красок, они долго будут держаться, хорошие там акриловые, художественные краски, они прям архивного качества, да, то есть это там надолго будет какая-то там картина или что-то мы сделаем. Эти они, конечно, попроще, но зато там есть всякие прикольные темы, типа там блесток, всяких металлических цветов, чем больше выбор, чем в акриловых. В акриловых, в принципе, тоже есть там золото, серебро, медь, но тут побольше. Ну и плюс всякие вот такие приколы, как светящиеся, светящиеся в ультрафиолете там и все остальное. Ну и поэтому, да, я вот решила попробовать вот так вот поиграть сегодня. У меня было настроение на яркие цвета, а вам, к сожалению, не видны мои баночки с красками, сейчас вам их буду показывать. Первым делом мы надеваем перчатки. Как мы уже с вами наблюдали, перчатки являются необходимым ингредиентом акриловой заливки, чуть ли не самым главным, потому что дело это грязное, как вы могли видеть. Сегодня вот наши цвета, они были, получается, основаны вот на этом желтом цвете. Честно говоря, я не поклонник таких неоновых цветов, это, как моя мама называла, стервозно-желтые там и прочие стервозные цвета, но, к сожалению, да, вот если мы хотим что-то светящееся, оно, к сожалению, вот таких вот все цветов, поэтому вот представляю вам наши цвета. Вот этот вот как раз неоновый-желтый. Надо сказать, что пигмента довольно там мало, я вот подозреваю, что не очень хорошо будет светиться картина, потому что сейчас же еще в составе для заливки растворена краска, и там, конечно, вот она прям видна, она такая, знаете, полупросвечивающая. Дальше обычный желтый, который лимонный желтый, такой светлый-желтый. Дальше светло-зеленый, вот такой вот яркий очень, что-то, например, прям как-то захотелось яркости. Потом зеленый, фталоцианидовый, у меня тут случилась небольшая авария, поэтому у нас в этом зеленом еще немножко присутствует, ой-ой-ой, еще немножко присутствует, в том числе и, видите, он пачкает, немного синего, потому что я тут чуть-чуть слегка пролила, вот. Но зато вы можете видеть по вот этой бумажке, что вот он в чашечке смотрит с темным, а на самом деле цвет зеленки, вот абсолютно, вот прям вот, как она из нашего детства классическая зеленка, вот. Ну и вот такой вот фталоцианидовый синий, который вот, я не знаю, почему один из них зеленый, а другой синий, но оба при этом фталоцианидовые. Не знаю, по-русски они называются фацер, вот эти цвета. Вот так вот. Зеленый – это смесь разных пигментов, эти два чистые пигменты, вот этот вот классический, этот primary blue 15 drag 3, вот это не помню, зеленый PG 7, по-моему, вот это вот сейчас тоже, по-моему, primary pigment, да, primary yellow 3, вот. Тоже немножко такой не совсем прозрачный, просто не все пигменты дают нам полностью такой, знаете, плотный цвет. Ну и вот этот вот светящийся. Так, значит, что мы сегодня будем делать, но это еще у нас не весь эксперимент, который будет, потому что меня не живет без экспериментов. Я очень много смотрю разных видео про заливку, есть одна очень творческая блогер, которая делала очень интересную заливку, которую я бы хотела повторить. Так, значит, в чем у нас будет состоять суть? Вот здесь вот у нас находится вода, смешанная в составе 1 к 2 с, нет, с мылом для жидкости для мытья посуды. Там треть жидкости для мытья посуды и две трети воды. И если вы помните, мы уже раньше делали ячейки и наши вот заливки с ячейками, но мы их сделали с помощью силикона, который был вмешан в состав краски. А сегодня мы попытаемся сделать с помощью брызганья на поверхность вот этой мыльной водой. Говорят, что, ну и по крайней мере, вот у этой девушки у нее очень хорошие ячейки получились. Ну, сейчас попробую. Так, ну что, давайте мы с вами, наверное, начнем с нашей заливки. Сегодня у нас будет наша любимая техника свайп. Я вспомнила, что у меня есть вот такая вот мягкая доска кулинарная. Она гнется, ну, примерно, знаете, как пластиковая папочка. Я думаю, так вот я примеряюсь. Да, и она прям четко подходит нам под размер нашего свайпа. Так что, да, будем с вами смотреть, и что у нас получится. Ну что, Господи благослови, погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Как удобно, когда у нас все под рукой, и раковина в том числе. Я вам могу сказать, что вот эти кухонные островки, это, конечно, вообще потрясающее удобретение человеческое. И то, что раковина есть на островке, это безумно удобно. Но, конечно, это для кухни большой площади развлечения. Так, ну что, эксперимент не завершен, как говорил Задормов. Сейчас будем его завершать. Ну что, вам надеяться, что получится. О да, ребята, красота невероятная! Так, вам нужно, чтобы я не переборщила. Тут, конечно, очень чувствуется, что у нас тут какой-то косяк. Так, друзья мои. И теперь, что мы с вами делаем? Мы с вами, я забыла выложить горелку под руку, и мы с вами это дело еще подогреем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Скажем, что так и было. Так. Ну, тут видите, еще, к сожалению, холст не самый ровный. А, слушайте, мы все наши ячейки радостно в итоге размазали. У нас получилась какая-то невнятная фигня, честно говоря. Были такие красивые ячейки. Так, стоит дюрька. А в итоге сейчас у нас какая-то действительно невнятная фигня. Давайте-ка мы все обратно тут возгоним. Мне кажется, еще даже побрызгаем. Вот тут вот краешка, он какой симпатичный. И море разливанное получилось снизу красивое. Еще бы это все у нас... Так. Ну, киса. Киса, родной, давай. Я в тебя верю. Так, ну вот как-то уже, мне кажется, лучше. Вот опять же, вот тут вот мне не очень нравится вот эта вот часть. То есть вот тут вот ячейки, они что-то нам такое дали. А вот тут вот они нам ничего не дали. Мне это не очень нравится. Мы, конечно, можем попробовать еще раз это дело вот тут побрызгать. Может, что-нибудь из этого толковое выйдет. Но я боюсь, что у нас там уже довольно хороший слой вот этой мыльной воды. И вряд ли у нас что-то тут прям какое-то чудо расчудесное произойдет. Тем более, что тут, по-моему, еще из-за разной густоты красок тут немножко вот свайп, он не прошел. Потому что, видите, вот эти вот полосы, это вот то, как я краску наливала на холст. Ну, ничего, это наш тоже один из первых экспериментов с заливкой. Пытаюсь понять, как бы мне довести вот эту красоту до ума. То есть, пока что, мне кажется, что она какая-то не очень до ума доведенная. Так, попробуем-ка мы наклонить ее вот сюда и немножко вот это все безобразие слить. Опять же, простите, что оно к вам лицо. Но нам что-то надо с этим делать. Ну, вот, кстати, может быть и вот так. Могуть-могуть. Вот так оно, видишь, у нас и поинтереснее как-то стало смотреться. Что-то в нем появилось. Честно говоря, мне активно хочется убрать вот эту фигню. Она тут лишняя. Вот тут бы синенького, и оно было бы прям совсем как какое-нибудь такое подводное царство или что-нибудь в этом роде. А сейчас оно у нас, конечно, как-то не очень. А, еще я забыла мастерок. Так, давайте-ка я сниму эти перчатки, потому что они уже совершенно нам не нужны. Возьму мастерок. Во-первых, я обработаю все-таки края. А, во-вторых, я побрызгаю еще, наверное, или не надо, или уже не портить. Вот это место мне не нравится. Честно говоря, я бы на него фигачку. Прям сверху налила бы синего. Но боюсь испортить. Поскольку такие вот заливки, их, как правило, вешаю без рамы. И поэтому тут уже важно, чтобы краешки тоже были симпатичные. Так, 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 так. Как же вот, скажите мне, товарищи, вот как мне сделать вот это вот место, как его теперь убрать в заливке? Потому что если я сейчас сверху тупо синее налью, да, то оно так красиво не растечется. Так, еще вот мне сюда хочется накапать жидкость. Она почему-то только получилась. Просто тут полосы, вот дырочку-то я могу закрыть заливкой? А вот такие полосы, я вот не знаю, что с ними делать. Либо как-то вот здесь очень хочется вот это уже не трогать, чтобы оно не текло, а вот эти, чтобы их как-то вот... Я даже не знаю, как это сделать. Вот, оно уже все потечет. Была у меня мыслишка. Так, еще вот здесь. Распитать пару пузыречков, потому что он тут лишний. Или это у нас сгустки краски? А, это у нас сгустки краски, это у нас Саша Кляч. Ну ладно, ничего. Эту приятность мы тоже переживем. Так. Так, сюда я бы еще найду. Ну или рискнуть ее прям налить. Не знаю, не знаю. Скажем, что так и было. Сколько я хочу вот этой, то я вот этой налил. Сейчас мы это как-нибудь погоняем вправо-влево. И, возможно, оно идет в норме. А, я, естественно, руки уже все припачкала. Ну, ничего страшного. Слава Богу, это все отмывается. Так, это же оттирается пока свежее. Так, давайте мы, наверное, сделаем вот такую вот салфетку. Мы будем брать нашу картину, чтобы вот эту красоту погонять. Ну вот, короче, как-то тут. Как-то так, друзья мои. Как-то так. Я сделала с этим что могла. А дальше уже предоставим это свободному течению акрилу по холсту. Так вот я еще сделала, чтобы у нас прям в пресс-белый холст светится. Ну, либо потом, в принципе, наверное, можно было просто подмазать аккуратненько. Это не очень ровный холст. Интересно, что вот этот холст продавался с такими специальными штучками, чтобы его натягивать. Такие прям пластиковые их отверткой закручивают, чтобы растягивался холст. Но при этом, видите, края у него, конечно, не ровные. Вот, наверное, для письма кистью он бы хорошо подошел. Ну, потому что... А вот для заливки, видите, поверхность недостаточно ровная. Ну, ничего. Пока что мне нравится, что вот она сейчас просто гладкая, как зеркало, сияет. И замечательно смотрится. Но, видите, учтем, что спрей мелковатый. Ячейки у нас получились, но получились очень-очень мелкие, прямо крошечные ячейки. А нам бы все-таки что-нибудь бы потолще, погрубее. Мы, ребята, такие. Нам бы чего-нибудь такого. Так, что у нас еще смотрим с той стороны? А, вот тут краешек нам подмазать. Вот, я забыла, отвлеклась. Так, ну что, ну вот как-то так. Вот так вот она будет видно, да? Вот такая у нас получилась композиция. Будем, конечно, еще продолжать работать, в том числе над количеством жидкости на холсте. Но, видите, у меня тут перелив, помните, с круглыми слишком много было краски на холсте. Правда, этот я побольше взяла, наверное, можно было побольше. То здесь вот как-то немножко, мне кажется, можно было бы и побольше, потому что в итоге у меня мало краски. Она довольно плохо ходит по холсту, мне что-то удалось здесь растянуть, разогнать. Но не все, но не все. Ну, в принципе, что-то в этом есть. Вот тут какая-то такая плойечка, вот тут у нас другая зона с какими-то больше растянутыми ячейками и какими-то кружочками. Вот тут вот немножко у нас ячеечки торчат. В общем, есть о чем подумать, есть на что посмотреть. Я, конечно, могу провести сейчас эксперимент и еще набрызгать, посмотреть, что из этого выйдет. В принципе, мы с вами ничего не теряем, пока оно еще недостаточно густое, мы можем развлекаться. Так что давайте попробуем. Но боюсь, что нам это ничего абсолютно не даст, кроме лишнего количества воды на холсте, потому что на вызголтое я уже прилично. Так, у меня сейчас горелкой хотя бы вот те пузырьки, которые здесь образовались, вот их нам надо будет точно точно полопать. Да, все дело в волшебных пузырьках. Ну, вот так вот продолжим наш эксперимент, что называется. Мне кажется, мне это не полениться и в конце концов уже сделать хороший такой силиконовый замес и попробовать какую-нибудь технику типа перевернутой чашки и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, в принципе, даже сейчас пока что интересненько, забавненько. Собственно, мы это делаем для нашего же удовольствия, для того, чтобы нам поэкспериментировать. И, знаете, вот это вот получить детское удовольствие, развести кучу грязи, намешать кучу краски. Но особая прелесть в том, что когда ты взрослый, ты это делаешь, никто тебя за это ругать не будет. Потому что это называется не мазня, а искусство. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok